Черная пятница. Как работает распродажа? Максим Багаев, IT-эксперт нашей программы. Доброе утро. Доброе. Максим, не знаю, не поздно ли мы на эту тему начинаем говорить? Или еще все впереди? Или как? Во-первых, мне нравится, что мы, русские, воруем из всех культур праздники. Мы русские! Своих не обманываем. То есть у нас мы празднуем Хэллоуин, мы празднуем Черную пятницу. Мы фактически, то есть в Красноярске, я уверен, что много людей знает о таком празднике, как День холостяка. И рано или поздно мы доберемся до Дня мертвых у мексиканцев свистим. Круто. Да, то есть мы с тобой точно это увидим. И этому дню наверняка будет посвящена распродажа. Я хочу сказать, что в этом году, конечно, Черная пятница очень сильно поменялась по сравнению с 2018-2019. То есть вот эти все ковидные вещи, то есть они сказались и на Черной пятницу. То есть поэтому, когда у нас там начинаются вопросы о том, что лучше бы в этом году вообще не проводили, был сплошной обман, нигде нормальных скидок не было и так далее. То есть хочется просто поговорить, обсудить, понять вообще, откуда эти цены появляются, почему в какие-то годы они есть, в какие-то годы их нет. Вот. И под Черной пятницей есть экономика. То есть это не день, когда там магазины или какие-то сайты устанавливают волшебные цены, чтобы посмотреть, чтобы мы как бы написали каких-нибудь роботов или подрались в магазине и так далее. То есть под этим есть вполне понятная экономика. То есть есть необходимость перед новогодними продажами, которые в каждом году как бы, то есть составляют, наверное, процентов там 15-20 всего годового, как бы, всех годовых продаж всех ритейлеров. То есть необходимо просто расчистить склады, то есть не на те позиции, которые объективно уже взвисли, которые как бы, которые устарели, от которых хочется избавиться. То есть устанавливаются специальные цены. Эти мерзкие 12-е айфоны старомодные. Слушай, вот, ну нет, как бы, нет. То есть вообще, как бы, как раз пример, как бы, пример с айфонами, он как раз показывает, почему в этом году как бы нет. Нет ни на PlayStation 5, ни на айфон. Так вот, есть, например, телевизоры, которые объективно меняется доля. То есть фактически, как бы, 80% телевизоров, которые продаются в России, они имеют смарт-ТВ. То есть 75% имеют разрешение Full HD и выше. То есть, соответственно, у нас есть какие-то старые, как бы, старые модели, от которых необходимо избавиться. На них установится цена, там, например, они стоили, там, 12 тысяч рублей, и мы покупали их на кухню. Можно уже избавиться просто. То есть в глубокий минус, продав их, например, там, за 7-8 тысяч рублей. И вот как раз такие точечные позиции, которые, как бы, остаются немного, последний размер, последняя позиция, они вызывают эти драки в магазинах, которые мы раньше все время смотрели, да, то есть, там, мы говорили, там... Смеялись над ними. Вот, вот, сейчас, как бы, то есть, если раньше, то есть, магазин, дистрибутор, то есть, имел старые запасы, то есть, и, как бы, и был, ну, там, желал, как бы, это все дело раскидать быстро, то есть, черная пятница идеально позволяла людям, которые хотят купить подарки, ну, как бы, блин, зачем, короче, как бы, зачем, там, покупать какой-то дорогой подарок, если можно купить вещь вполне хорошую, то есть, подарить ее, то есть, и людям будет приятно, и мы сэкономим. И экономика, как бы, эту, эту идею очень хорошо расприняла, восприняла. Этим необходимо распродать, этим необходимо купить дешевый подарок, то есть, и попадает средство, опять возвращается в оборотку, как бы, то есть, люди покупают то, что нужно прямо к Новому году. Как раз вкладываются в PlayStation 5, в iPhone 13 и так далее. В этом году дикий дефицит. То есть есть две проблемы. Логистическая и производство чипов. То есть если производство чипов сказывается на электронике, фактически, то есть у нас есть сейчас постоянный рост цен. То есть он касается мониторов, он касается процессоров, оперативной памяти. То есть если сейчас мы посмотрим самые лучшие, то есть мы просто подошли грамотно. Взяли, установили приложение всех магазинов, которые заявляют о черной пятнице. А сейчас это вообще все. Дальше. Говорим, за что у вас скидка? За онлайн оплату? Хорошо, мы оплатим с карты сразу же, что мы не откажемся от товара. Мы готовы получить дополнительную скидку. Какие предложения? Я накидал все, что мне нужно в корзину, посмотрел на какие позиции у нас появилась скидка. Я эти позиции сразу же приобрету. То есть вы, собственно говоря, как клиент сделали все, чтобы воспользоваться преимуществом черной пятницы. Вы заходите и оказывается, что те цены, по которым сейчас предлагается электроника, они равны тем ценам с мега скидками. Они равны тем ценам, которые были доступны в августе и сентябре. То есть вот за эти два месяца цены выросли так, что даже со скидками 10, 15, 20 процентов мы видим те же цены, которые раньше были доступны просто в розницу. То есть это не позволяет увидеть что-то хорошее. И многие сейчас, мы же уже черную пятницу заявили, они сейчас либо делают обычные акции, которые выходят регулярно. То есть они просто собирают в одну кучу, предлагают нам и говорят, ребята, вот такая черная пятница, извините. Либо вариант второй, то есть я очень люблю книжное агентство, книжное издательство «Ман Иванов и Фарбер». То есть я их, там, старый клиент, я захожу, я смотрю, что я вот книгу, например, сыну покупал за 2000 рублей. В этом году мне прекрасно предлагается, говорит, книга стоит 4187 рублей, но ты сможешь ее по черной пятнице купить за 2150 рублей. И я такой, ну понятно, дефицит не могут произвести и так далее. Второй очень серьезный момент, у нас появляются новые игроки. То есть новые игроки, то есть это супермаркеты, электронные, это маркетплейсы. То есть такие маркетплейсы, как Озон, Вайлберис, Яндекс Маркетплейс, Сбермаркет, они выводят интересные правила. То есть так, как сейчас, ну все привыкли там, хочешь продать за 2000, нарисовал цену 4000, в черную пятницу нарисовал скидку 50%, как бы, то есть вот, вроде, как бы, вроде твое рекламное предложение. Озон не дает такого делать, он говорит, ребята, мы заявляем скидку, показываем, как бы, перечеркнутый ценник, если эта цена, как бы, стояла не менее пяти дней. То есть, ваша теперь задача, если вы выгружаете товары на Озон, то есть, соответственно, за, там, 21, 21, там, ну, у нас кто-то начал с 26 октября, то есть, соответственно, вот, ты берешь 21 октября, ставишь цену, там, сумасшедшую, потом скидку, потом предлагаешь. То есть, вот, второй, как бы, второй вариант, Wildberries говорит просто, ребята, кто не поставит скидку меньше, чем, ну, то есть, не меньше, чем такую-то, мы эти товары просто с нашей, как бы, площадки, то есть, они не будут попадать ни на главную страницу, они не будут доступны, как бы, в поиске. То есть, ребята, кто хочет, тот, тот играет. То есть, здесь происходит давление уже со стороны, как бы, площадок. Площадки, как бы, все больше проникают в нашу жизнь. Ну, зато с помощью площадок можно реализовать большее количество товаров, правда же? Слушай, там, я хочу, я хочу, я хочу сказать, что это, как бы, что это дополнительный игрок. То есть, это дополнительный, если раньше, то есть, были производители, которым необходимо было избавляться, дистрибьюторы, магазины, сейчас, как бы, сайты, которые, как бы, собирают. То есть, в принципе, они превратились в супермаркеты, и эти супермаркеты просто показывают. Поэтому мой совет к тому, к тому варианту, когда мы имели просто приложение всех, как бы, всех магазинов, пожалуйста. То есть, обращайте внимание на предложение маркетплейсов. Это жестко, если вы идете туда, например, как продавец, то есть, там участвовать. То есть, это просто зачастую, как бы, ну, с нашей точки зрения, мы сразу же просто говорим, что мы эти позиции просто продавать не будем. Ну, потому что, там, в электронике нет, как бы, возможности давать такие ски. И третий, как бы, момент. То есть, обратите внимание, все, что касается услуг, все, что касается нематериальных активов, которые не завязаны ни на чипы, ни на логистику и так далее, Черная Пятница есть в полном, как бы, ну, в полном формате. В принципе, то есть, если вы хотели что-то нематериальное, если вы хотели своих, своих близких порадовать, то есть, каким-то, какими-то курсами, каким-то онлайн-обучением, то есть, купить... Отправить на базу ОТО. База отдыха великолепна, аудиокнигу, все это замечательно, действительно, распродается, то есть, вот этим надо пользоваться. Ну, и надо понимать, что мы, как бы, мы азиаты, то есть, мы все, что берем, как бы, все, что берем... Так вот оно что. Да, то есть, мы, как бы, мы это дело перерабатываем. То есть, у нас Черная Пятница, что такое Черная Пятница в Америке? Это первая пятница после Дня Благодаря. Что такое Черная Пятница в Красноярске и в России? Это мы начнем в октябре и закончим 28 ноября, а 28 ноября мы заявим, что у нас финальная распродажа этой осени. Ребята, 28 ноября осталось два дня, как бы, так понятно, что у вас финальная распродажа этой осени, как бы, вот так. То есть, а следом, как, и вы поверьте, как только закончится Черная Пятница, вот я просто, знаете, я как маркетолог, как человек из этой области, там, знаете, такой, поиграю в Нострадамус. Через какое-то очень небольшое количество времени начнется что? Предновогодняя Астрадама! Абсолютно верно! Слушай, Ваня, ты уже, как бы, замечательный! Копите деньги, выбирайте товары, откладывайте, сравнивайте, если действительно выстреливает, берите, не задумываясь. Максим Багаев был у нас сегодня в гостях, а наш ЭТ-эксперт до сновой и скорой встречи!